Сегодня прошла видеоконференция министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня с регионами. На селекторе обсудили реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также реализацию программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. На днях об этом говорили на окружном совещании, которое провел в Чебоксарах полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. В целом по стране, отметили в Минстрое России, выявлено две проблемы – нарушение графиков сдачи домов и низкое качество строительства жилья для этой категории граждан. За предыдущий год мы практически втрое увеличили по стране объемы расселения людей из аварийного жилья. И в этом году тоже стараемся не потерять те объемы, которые были в прошлом году. Но откладывают у нас объемы примерно схожие на текущие годы и прошлогодние. Третья позиция – важнейшая о качестве домов, которые построены для переселения граждан из аварийного жилья. Здесь я хотел бы сразу отметить то, что редкие случаи, к счастью, когда качество подводит, но эти кучи, они порой портят всю картину. В Чувашии картины выглядят несколько лучше. Здесь не только не срывают реализацию очень важной государственной программы, но и ищут новые подходы в решении проблемы. Участники видеоконференции обсудили программу по капремонту многоквартирных домов. Она действует уже второй год. В республиканскую программу, рассчитанную на 2014-2043 годы, включено 4732 многоквартирных дома. Их общая площадь – 15,5 миллионов квадратных метров. В них проживает 618 тысяч человек. Чтобы не растягивать на 30 лет, программу разделили на этапы. В течение двух лет, а это 14-й и 15-й, запланировано отремонтировать 272 многоквартирных дома. В них проживают 19,5 тысяч человек. На эти цели выделено 245 миллионов рублей. Что касается выполнения программы капитального ремонта, в целом она у нас уже подходит к завершению. И из 272 многоквартирных домов, которые подлежали капитальному ремонту, сегодня выполнена работа в 264 многоквартирных домах. Остались ремонтные работы по замене системы госнабжения. Особая озабоченность властей вызывает собираемость с населения взносов за капремонт. Но, по словам Олега Маркова, в последние месяцы платить люди стали лучше. По состоянию на конец ноября на счета регионального оператора и лицевые счета домов поступили 90% платежей. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.